Когда еще продолжать изучение Vue, как не на майских праздниках? Все мы знаем, что пока ты спишь, враг качается, и пока остальные празднуют и гуляют, мы с вами продолжим познавать нюансы Vue. В прошлый раз у нас осталось странное поведение, которое выглядит непонятно, непонятно почему работает, и самое время с ним разобраться. А именно, в коде компонента addTicker я написал, что по событию клик, вызови add, и давайте проверим, это работает. То есть я пишу что-то, нажимаю добавить, вот оно добавляется. Но если мы посмотрим реализацию компонента addButton, то здесь никакого клика обработчика нет. И давайте разберемся, почему же оно у меня заработало, и почему это неправильно. Для этого нам внезапно поможет Vue 2. Я портировал наш проект Cryptonomicon на Vue 2. Ну, портировал это громко сказано. Все, что мне понадобилось сделать, это обновить версию Vue и Vue Template Compiler в Package.json и в Main.js изменить, как Vue-шное приложение создается. Да, у меня остались вот здесь поле Emits, которое Vue 2 не понимает, но мы, Vue 2, то, что его не понимает, не означает, что он будет генерировать ошибку от того, что оно тут есть. Ну, окей. Откроем все то же самое. Вот на 8081 порту у меня Vue 2 приложение. Делаем. Жмем добавить. Хм, работает. Почему работает? А потому что для того, чтобы это заработало, мне понадобилось дописать в мою компонент addTicker вот эти волшебные слова, точка native. Давайте я их уберу, то есть сделаю, как было во Vue 3. Не работает. Дописываю native. Работает. Что же такое native и с чем его едят? Дело в том, что каждый компонент во Vue 2, ну и во Vue 3 точно так же, просто во Vue 3 корневых элементов может быть больше одного. является одновременно компонентом. А мы с вами помним, что компонент для addButton, для addTicker это черный ящик. То есть он не знает, как он реализован. И, по сути, когда мы пишем onClick равно foo, это звучит так, когда компонент addButton сгенерирует через dollarEmit клик, событие клик, выполнит такую-то функцию. Давайте это докажем. Для этого я в компоненте addButton напишу здесь, что по событию клик сгенерируй. В теге скрипт я бы написал this dollarEmitClick, но все же мы знаем, что все, что лежит на this, в шаблоне доступно просто, как условно-глобальные переменные. Поэтому пишу вот так, чтобы вас не пугала эта запись. По событию клик вызови thisEmitClick. Пробую. Смотрите, работает. Круто, правда? Если же, таким образом, вот эта запись означает, что я хочу слушать событие клик компонента. Если же я хочу слушать какое-то событие на html узле компонента, то я дописываю слово native. Давайте докажем это очень просто. Я оставлю мою конструкцию, так, спойлеры, с эмитом, а в addTicker допишу клик native, в смысле уберу native. Да, вот проверим, что оно все еще работает. Да, потому что мы сгенерировали вот здесь событие клик, и вот здесь его перехватили. И возьму какое-нибудь другое html событие. Ну, не знаю, что мне приходит на ум. Маус-овер какой-нибудь. Маус-овер равно handleMouseOver, исключительно для отладки. Вставляю в методы handleMouseOver, console.log.mouse. Пробую. Навожу. Давайте, чтобы она была не задизайблена. Навожу на кнопку, ничего не происходит. И это логично, потому что при текущей записи мы ждем нативное, точнее, событие компонента addButton. Дописываю слово native. Навожу. Навожу. Видите, выводится консоль logMouse. Разобрались. А как же с этим справляется view3? Во view3 убрали модификатор native. Теперь, для того, чтобы различить... Давайте закроем вторую версию. Для того, чтобы различить, является ли событие нативным или обычным, обычным событием компонента, за это отвечает как раз поле emits. и давайте это докажем. То есть, все события, не перечисленные в emits, ведутся так, как будто у нас на них во view2 был бы навешан модификатор native. В addTicker написано onClick равно add. В addButton нет эмитса, значит, событие клика будет автоматически навешано на button. Отлично. Давайте добавляем сюда emits. и говорим, что у нас есть теперь событие клик. Напоминаю, что если мы не хотим валидировать его, говорим, что null. Отвыкаем использовать запись с помощью массивов. Проверяем. Это вторая версия. Это первая версия. Ну, третья версия view. Dose. Добавить. Действительно не работает. Теперь оно ведет себя абсолютно аналогично в view2. Давайте это докажем. Здесь я пишу onClick равно emit клик. Здесь я точно так же допишу mouse over равно handleMouseOver исключительно для демонстрации. и помните, да, модификатора native нет. В метод дописываю handleMouseOver console.log mouse из view3 из view3. тег. div hello, и во Vue 3 это не будет ошибкой. То есть два тега на верхнем уровне. В таком случае все сломается. Видите, Vue выдал огромное сообщение, что экстраниус, non-emite, event-listener, свяпасту, компонент, but could not be automatically inherited. Потому что наш компонент addButton теперь рисует два дом-узла, и Vue такой, стоп, подожди, я вообще не понимаю, а на какой из этих двух узлов вешать твой маус-совер. Вот, собственно, о чем говорит это сообщение. И получаем абсолютно такое же сообщение, что атрибуты, которые мы передали, а мы вот здесь в этот тикер передаем еще и атрибуты. К примеру, вообще-то addButtonu type не нужен, и класс не нужен. Он говорит, но поскольку мы их передали, Vue говорит, я не понимаю, куда их навешивать, раз у тебя два элемента. Поэтому возвращаем div. делаем наш Vue счастливым и получаем результат. Резюмируя. Во Vue 3, давайте покажу еще одну прикольную вещь. Раньше, во Vue 2, что на самом деле происходило под капотом, когда вы писали onclick равно foo? Onclick равно foo передавалось в специальный массив. Кто хочет поиграться с Vue 2, может написать this$listeners. Это типа те, кто обработчики события, там, клик. И когда вы писали emit клик, по сути, по сути, происходило this$listeners. внимания, это упрощение. Реальность, конечно же, чуть сложнее. Клик. Никто вот так вот внизу, как, не пишет ни в коем случае, даже во Vue 2. Это просто, чтобы вы понимали, что там под капотом происходило. То есть, бралился из объекта listeners, в котором лежали все слушатели, которые были переданы в наш AdButton, и вызывался клик. Во Vue 3 listeners нет. Если вы попробуете вывести this$listeners, вы получите Undefined. Вместо этого, когда вы пишете onclickfoo, на самом деле, вы передаете проб с именем onclick, как в React, если вы писали на React. То есть, вот эти две записи, на самом деле, практически идентичны. И давайте, я вам это покажу. Я такой беру, и меняю клик на двоеточие onclick равно add. Обновляю страничку. И мой код продолжает работать, как ни в чем не бывало. Круто, правда? Это просто так, из того, чтобы вы забавно знали. Чтобы это было еще смешнее, я могу в пропсах здесь сказать, сказать, что мне приходит проб onclick, что тип у него function, убираю всякие mitz, и вот здесь написать onclick. Обновляю. Работает. Реакторы должны быть в восторге от счастья, потому что это так, как вы очень похожи на React. То есть, мы из компонента addButton передали вниз функцию, здесь ее просто приняли и дернули. но, пожалуйста, никогда так не делайте. Это знание может быть вам полезно потом, и мы про это поговорим, когда мы будем строить обертки над компонентами, и нам надо будет автоматизировано и удобно пробрасывать все обработчики событий, все, что у нас есть. Нам вот в компонент обертку что-то передали, в том числе обработки событий, а мы полностью целиком прокидываем это в компонент, который оборачиваем. Такие прозрачные обертки. Мы поговорим еще, зачем и когда они нужны. Но в продакшн-коде никогда, пожалуйста, так не делайте. Вообще, если вам хочется в компонент передать пропсом функцию, то с вероятностью процентов 90 вы что-то делаете во Vue не так, и если эта функция должна быть вызвана в ответ на какое-то действие пользователя, или когда компонент решит, что пора что-то делать, почти наверняка вам нужно событие. Поэтому правильный подход использовать собак emit, использовать секцию emits для того, чтобы явно описать, что наш компонент генерирует, и не заниматься подобными извращениями, в том числе, потому что они еще ужасно читабельные, и использовать собаку, чтобы мы даже визуально различали пропсы, которые мы передали, и обработчик событий. Использовать Субтитры создавал DimaTorzok